А вот в деле вожатого лагеря «Золотой колос» поставлена точка. За издевательство над пионерами виновник заплатит штраф в 15 тысяч рублей. Скандальное видео попало в интернет летом прошлого года. В ходе проверки детского лагеря выявили многочисленные нарушения. Подробности далее в сюжете. Это уголовное дело вскрыло большой комплекс проблем, имеющихся в организации детского оздоровительного отдыха в Чувашской республике. Так, например, в детском лагере «Золотой колос» руководство лагеря не изучало личности вожатых, которых оно принимало на работу. Кроме того, вожатые, которые трудоустраивались в этот лагерь, не проходили профессиональную педагогическую подготовку, что в результате, как мы полагаем, и повлекло такие последствия. Кроме того, еще двое вожатых, в том числе и Михайлов, ранее привлекались к уголовной ответственности, однако на настоящий момент эти судимости погашены. После проверок стало также известно, что одному из вожатых еще не исполнилось 18 лет, и в лагере он работал незаконно, так как устроился туда под именем другого человека. С некоторыми сотрудниками вообще не были оформлены трудовые отношения. Личности всех горе-вожатых были установлены. Ими оказались 23-летний чебоксарец и два первокурсника чебоксарских вузов, один из которых ранее был осужден за кражу. Также установлена личность оператора, который заснял издевательство над детьми. Им оказался 35-летний безработный житель Чебоксар, который ранее был осужден за хулиганство. За свою выходку все трое привлечены к административной ответственности. Им пришлось заплатить штраф в размере 700 рублей каждый. А бывшему вожатому детского оздоровительного лагеря «Золотой колос» 19-летнему Ивану Михайлову вынесен приговор. Ему назначено наказание в виде штрафа 15 тысяч рублей. По результатам расследования уголовного дела, следователям было внесено представление в адрес Министерства образования и молодежной политики Чувашской республики с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, пособствовавших совершению преступления. По результатам рассмотрения представления три должностных лица Министерства, в том числе заместитель министра, начальник и сотрудник одного из отделов привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в Министерстве образования и молодежной политики разработан комплекс мер по предупреждению подобных ситуаций в будущем. Напомним, нешуточный скандал в Чувашии разгорелся после того, как в интернете был размещен ролик с издевательствами над детьми в лагере. На видео было снято, как посреди ночи псевдовожатые заставляли спать детей в ванной, обливали там их водой из душа, запугивали ребят.